Привет, друзья! Это видео будет длинным. Темы ролика хочу обозначить следующую. Храм души. Есть у нас некая душа, и, в общем, наше тело вроде как для этой души храм. Идея записать данный видеоролик у меня появилась как некая аккумуляция огромного количества вопросов касательно болячек, которые возникают у людей. Практически во всех этих вопросах я вижу один и тот же самый стержень. Человек в большинстве своем, процентов 99, не меньше, не видит общей картины. То есть у него вскакивает прыщик, и он бежит в магазин для того, чтобы купить какую-то мазь, и пытается этот прыщик замазать. Ровно точно такой же подход у него ко всем остальным недугам, со здоровьем, которые могут возникнуть. То есть, что, не знаю... Болит живот, таблетку от боли в животе, поднялась температура, сбить температуру, плохо видим, очки нацепили. И любая другая болезнь, которая только может возникнуть, решается посредством точечной утилизации. Хороший классический пример – это едете вы на автомобиле, у вас загорается лампочка на приборной панели, где сообщается о том, что у вас неисправность. Вы приезжаете к мастеру, а мастер, вместо того, чтобы решить вопрос с автомобилем комплексно, найти проблему под капотом, берет просто и отрубает проводок, который отвечает за эту лампочку. Этим занимается у нас медицина, медицина в большинстве своем аллопатическая, которая просто душит симптомы. А симптомы – это крик тела, который сообщает о том, что у вас проблема, вам нужно ее решать. Вам нужно не лампочку вытащить, разбить, а вам нужно решить проблему, из-за которой у вас возникло заболевание. Потому что наше тело, в свете изученного, оно по большому счету не должно нас никак беспокоить. Нормальное состояние тела – это когда вы вообще его не замечаете. То есть у вас есть тело, и все. Никаких симптомов, никаких раздражающих ощущений в теле, ни в голове, ни в желудке, ни в конечностях, вообще нигде. То есть нормально? Нормально, действительно нормально. Это когда вы просто забываете про свое тело. И вы сфокусированы на восприятии пространства вокруг. Вы живете, вы играете эту жизнь, и не должно быть никаких помех. Не должно быть отвлекающих факторов, которые будут вам мешать полноценно наслаждаться этим пространством. Представьте, не знаю, вы играете какую-нибудь игру, вы вовлечены в процесс, вам интересно, вы там проходите уровни, и у вас какой-то раздражающий звук, не знаю, там кто-нибудь дрель ее сверлит, вас отвлекает, вы не слышите, что там происходит вокруг, там, в рамках игры. Или кто-то вам подходит и постоянно что-то там вам втирает и отвлекает вас. И вот это и есть ваше больное тело, которое мешает вам наслаждаться процессом игры в этом мире. Поначалу может показаться, потому что мы проходим этот процесс формирования личности через огромное количество стереотипов, что это как бы некая неизбежность. Ты ничего не можешь с этим поделать, ты такой мир, да, у нас есть проблемы со здоровьем, а раньше говорят, там, вот еще хуже было, и вот мы сейчас на пике, еще и так долго живем. Опять-таки, в вопросе надо разбираться. И есть огромное количество изысканий, которые утверждают, что наоборот, количество лет сократилось. И медицина, может быть, лопатическая и лечит как-то точечно, да, помогает в моменте. Но в целом у нас статистика показывает, что люди нездоровы. И умирают они не просто в какой-то мифической старости, а умирают от конкретных симптомов, от конкретных болезней, которые возникают из-за того, что мы делаем со своими телами, со своим храмом души. Наше тело, оно, в принципе, нам никаких пакостей не делает. То есть нет такого, что у нас, как у психического существа, есть какая-то программа своя, и вот у нашего тела есть тоже своя программа, и ему нужно сделать так, чтобы нам помешать. Мы сами решаем, что нас будет ждать впереди. Просто мы как бы вовлечены в происходящее вокруг события до такой степени, что не замечаем очевидного, что сопли из носа – это не просто как бы функция тела, которая нам дается для того, чтобы нас раздражать, бесить. Вот опять сморкаемся, спать не можем нормально из-за того, что нос заложен. Постоянно какие-то проблемы с другими органами. Не будем просто конкретикам говорить. Вот просто какие-то недуги, и тело занимается какой-то фигней. Мы сами этого не хотим, а тело вот оно проказы устраивает. Это не так работает. Если у вас огромное количество слизи, это означает, что вы едите огромное количество слизеобразующих продуктов. И вы уверовали в их необходимость и в чистоту приемов этих продуктов. То есть, видимо, есть нечто, человек, не человек, не будем это обсуждать, что внедряет эти программы, и мы верим в эти программы, и у нас завтрак, обед и ужин, полдник, перекусы. Тело не успевает это все дело адаптировать. Оно начинает просто, как переполненная бочка, выливаться наружу вся эта грязь. Сначала это может быть просто сопли, а потом, когда тело сдается, когда из-за постоянного потребления, здесь даже не только о пище речь идет, вообще, в принципе, мы там намазываем на себя всякую фигню, тело со временем сдается. И с годами человек просто уже не справляется с этим. Из него не то, чтобы там, как в детстве, там высморкнулось, побежал дальше, а уже до такой степени накапливается, что появляется такое понятие в аллопатии, как хронические болезни. То есть, по большому счету, хроническое заболевание – это один из каналов вывода заразы, вывода токсинов, которые попали в тело. И телу, как части природы, по пути на меньшего сопротивления, проще через то же самое место вывести. Допустим, у меня есть двоюродный брат, у которого постоянно из уха течет. То есть, он постоянно всякие свечи вставляет разогревающие, просто у него постоянно выходит оттуда какая-то слизь. Мы с ним ездили на пару недель на юга, пару лет назад, и я ему рассказал про веганство, и вот это все время мы питались веганской пищей. И я старался сделать так, чтобы ему было вкусно, то есть, был даже момент, когда он мне сказал, что вообще к веганству претензий нет. Он говорит, сыроедение твое, это так, к веганству претензий нет. Примерно к концу вот этого отдыха у него количество слизи, которое выходит через ухо, оно у него сильно сократилось. Но когда он вернулся обратно, он начал периодически опять употреблять продукты, и самый главный бич здесь был, это молочные продукты. И у него опять начало вот это вот воспаление, опять начало все выходить. Почему так происходит? Телу, как части природы, проще выводить через одни и те же самые места. То есть, как бы налажен канал поставки, точнее, вывоза токсинов. Какой смысл телу искать постоянно новые места для вывода? Они могут появляться только в том случае, если старый до такой степени забитый, и тело не справляется с выводом. Но в большинстве случаев тело выводит примерно через одни и те же самые места. Если, допустим, у вас были прыщи, у меня просто по молодости было очень много прыщей, я любил есть майонез, у меня прыщи практически всегда вскакивали на одних и тех же самых местах. Конечно, они могли где угодно вскочить, но основная масса прыщей у меня вскакивали как раз-таки вот в этих вот височных долях. То есть, у меня постоянно здесь были прыщи. Прыщей было настолько много, что когда я решил вопрос со своим питанием, у меня прыщи пропали, у меня даже остались рубцы. И если посмотрите мои предыдущие ролики, у меня эти рубцы, наверное, года только два или три назад полностью разгладились, то есть ушли. Я никаких процедур не делал. Вот. То есть, потребовалось очень много времени для того, чтобы кожа постоянно обновлялась сама и со временем вот эти рубцы, рытвенные вот эти вот, они разгладились. Посмотрите предыдущие ролики, увидите такие рубцы. Это все последствия того, что на одном и том же месте постоянно вскакивали прыщики. Боли в спине, боли в суставах. То есть, это тело через боль показывает, что ты делаешь ерунду какую-то. И возникает, наверное, по крайней мере, должен возникнуть логичный вопрос. А зачем? Зачем мы это делаем? Нет же такого, типа, просыпаешься ты утром и такой, как бы себе нагадить? Как бы сделать так, чтобы мне потом было плохо и больно? Наверняка среди вас таких нет. То есть, скорее всего, это как-то происходит неосознанно, через лжепрограммы, и человек просто не понимает этого. А ведь это очевидно. Внутри нас нет ничего, что туда бы, лишнего я имею в виду, что туда бы могло попасть, помимо воли, нашего желания. Если ты открываешь упаковку какой-нибудь синтетики с формальдегидом из супермаркета, то неизбежно, помимо твоего желания, удовлетворения психики с сахарами и прочим, ты получаешь весь спектр, вот этот весь коктейль, что написано в упаковке. Хорошо, если написано, кстати, а то могут и многие вещи не написать. То есть, ты это сам сделал. Никто тебя не заставлял. Есть, конечно, теория о том, что помимо нас внутри развивается огромное количество патогенной флоры, фауны, как хотите это называйте, которая опосредственно воздействует на наши предпочтения. Я об этом подробно рассказывал в этом видеоролике. Обязательно посмотрите, чтобы вам было понятней, наши ли желания вообще в принципе. Потому что много желаний к сладкому, к каким-то там специфическим продуктам, токсичным особо. они часто никакого отношения к нашей естественной физике, нашему изначальному храму нашей души не имеют. То есть, мы, грубо говоря, делим наше тело с кем-то еще, кто точно так же хочет питаться. И когда ты постепенно, потому что здесь резко ни в коем случае делать нельзя ничего, постепенно начинаешь обращать внимание на то, что во всем виноват ты, что все это твой выбор, либо той флоры фауны, что в тебе живет, и точно так же, по большому счету, через один центр управляет всеми твоими предпочтениями в еде и поведении, ты постепенно начинаешь сокращать вредное. Попытки сделать это быстро, они, конечно, дают результат на короткой дистанции, но часто имеют откаты, просто потому что, помимо того, что ты физику свою очищаешь, это здорово, это хорошо, но еще и нужно приучить психику. Ты можешь проголодать, не знаю, 2-3 дня, 4 дня, неделю можешь проголодать, но потом, вернувшись в магазин, по большому счету, для твоей психики прошла всего неделя, а вокруг столько всего, что ты раньше ел, и, разумеется, все это за неделю никак не выветрилось из твоей головы. То есть рука сама тянется, то есть твои привычки, ты думаешь, ну ладно, я там же молодец, поголодал, и опять начинается потребление всей этой заразы. Психике нужно гораздо больше времени, поэтому здесь ни в коем случае спешить нельзя. Это просто неэффективно. Длительные голодания должны быть только в том случае, если ты детально изучил вопрос, понимаешь там специфику своей болезни, у тебя есть огромное количество примеров из литературы, где ты видел, что реально люди исправились с недугом, и это не просто типа гипотетически, да, мы отказываемся от вредных продуктов, и потом у нас все будет хорошо, а ты увидел конкретный пример, знаешь, что тебе нужно сделать, какие там нужно тебе чистки делать и прочее, чтобы избавиться от недуга. То есть постепенный процесс. И чем дальше ты заходишь в своем пути по очищению, по возврату в нормальное состояние своего тела, своего скафандра, тем как-то все очевиднее становится. Среди вас наверняка есть те, кто практиковал более простое, более чистое питание, и для вас сейчас нет никаких откровений. Вы слушаете меня, и это очень очевидно. Прямо сейчас я это говорю, это супер очевидно. Ты запихиваешь в себя и получаешь побочку, лишний вес, вялость, не реализуешь свои психические желания по жизни. Пища, в чем еще и заключается ее уловка, что ты временно можешь, скажем так, уйти в некое забвение. Предположим, буквально пару дней назад катался со старой подругой на самокатах, и мы проезжали мимо какой-то кофейни новой, и она, как бы она много чего, ест вредного, но тем не менее, она, типа, давай попробуем там, зайдем посмотрим, какая там кофейня, что продается. И она заказала себе кофе, кофе без кофеина, есть такой вариант кофе, и у них там был какое-то банановое молоко, ну, то есть на растительной основе. Я говорю, слушай, вот, возьми себе, закажи не на молоке, а на банановом молоке. Там мне какое-то капучино намешали, вот, и я взял у нее попробовать. Сделал несколько глотков, естественно, меня сразу же вштырило, то есть это просто моментально, несмотря на то, что там нет кофеина, тело, которое не потребляло кофе очень долго, или вообще какой-либо другой стимулятор, оно моментально вот такой вот эффект дает, и меня проперло на болтовню, я начал как-то активно действовать, что-то там начал кипишить как-то, поначалу было здорово, так я думаю, о, вообще нифига себе, сколько у меня кофе не пил, что у меня так вштырило с пары глотков. Но потом прошло полчаса, ну, там, не знаю, минут 45 прошло, меньше часа, и мы с ней это проговорили, я говорю, слушай, Ксюш, вот смотри, нас сейчас вштырило, это мы как будто взяли кредит, а теперь им нужно будет его отдавать. И вот в течение часа я почувствовал жесткую, не знаю, такую апатию, не знаете, это апатию, это такое состояние тошнотворное, то есть как будто из тебя высосали энергию, и буквально 20 минут назад ты был бодрый, у тебя мысль бежала, ты весь такой был на позитиве, меньше часа прошло, и я чувствую апатию, у меня какая-то вялость, я смотрю на Ксюшу и вижу, что она тоже такая же. Более того, учитывая, что кофе сузило сосуды, у меня с непривычки вообще даже привелся такой легкий мандраж, то есть, может быть, физически с рукой все в порядке, то есть нет такого, что прям тремор, но я чувствую какую-то вот такую нервозность, то есть тело, оно как бы борется, оно вибрациям пытается вычистить то, что в нем не должно быть. Сосуды сузились, и телу стало сложно выполнять свои естественные функции, то есть кровь не бежит с той скоростью, канала, по которым все это двигается, оно не функционирует так, как надо, то есть у тела стресс, и тебе плохо, и это я сам сделал, это мой выбор. И это касается абсолютно всех продуктов, которые мы потребляем, они в той или иной степени являются токсичными, и на какой-то короткой дистанции мы можем получить удовольствие, удовлетворение. На кофе это очень хорошо видно, да, ты буквально принял, 20-30-40 минут тебя поштырило, а потом откат, ты чувствуешь, да, вообще пипец. А с некоторыми продуктами может быть не так заметно. Тебя может успокоить, удовлетворить на час, на два, на три, а побочка от этого может вообще быть через день и более. А учитывая, что большинство людей вообще не делают перерывов питания, так у них эта побочка, она вот волнами. То есть мы постоянно находимся в состоянии загаживания из своего тела и периодически вот выныриваем из этого вялого состояния посредством дополнительной стимуляции продуктами. Конечно, спасают фрукты. Многие, кто более-менее изучает питание здоровое, они понимают, что все-таки растения они хорошо прочищают, они помогают значит, избавиться от какой-то синтетики, варенки, дентурированные продуктов. Но вот, но тем не менее, даже если регулярно потреблять вот эти всякие там травы, потребляете сочные плоды, все равно тело не справляется. Все равно обильное питание тяжелыми продуктами, синтетическими, обработанными, оно тело не вывозит. Вот. Есть еще одна вещь касательно воды. Я про воду подробно рассказывал в этом видеоролике. Обязательно послушайте внимательно. Там есть пару ключевых моментов. Я сейчас их коротко проговорю, но все-таки лучше вернитесь и детально про воду послушайте. Нам говорят про некие нормы в потреблении воды. Есть нормы там 2 литра, 3 литра. В принципе, наверное, норма справедлива для стандартного человека. То есть норма это, скажем так, некий срез социума, который питается определенным образом. Если большинство ест токсичную пищу в большом количестве, много раз в день, то вода в данном случае может помочь. То есть, если, допустим, ты съедаешь что-то сухое, дегидрированное, то, естественно, организму требуется влага для того, чтобы компенсировать утраченную в изначальном продукте влагу, и тем самым организму посредством этой влаги будет проще вывести. То есть вода нужна для того, чтобы вывести из вас съеденное. Классический пример с яблоком. Яблоко содержит структуру, содержит сахара, энергию какую-то в моменте, и содержит влагу для того, чтобы все это вывести вместе с... То есть единый объект, который сам в себе дает все необходимое и питает, и помогает сам себя вычистить. Вот. Если мы берем дегидрированное яблоко, то оно лишено влаги, соответственно, после потребления сухофруктов необходимо что-то потреблять, компенсировать недостаток влаги. И учитывая, что многие едят различные специи, которые очень сильно усиливают аппетит, излишне, просто люди переедают очень дико, то после этого неудивительно, что требуется два и более, там, три, можно и пять литров воды пить, сколько хочешь можно пить. Если ты обжираешься огромное количество всякой фигни, то вода тебе может на какой-то дистанции помочь. Но в перспективе, когда ты упрощаешь свой рацион, вода в таком количестве не требуется. Мы через легкие пропускаем огромное количество влаги. И я по себе скажу, когда я практиковал лечебное голодание, утром просыпаешься, если вдруг забыл там форточку открыть или, скажем так, не до конца ее открыл, такое ощущение состояния разбитости. Очень чувствуешь себя нехорошо. Но стоит буквально тебе открыть форточку 15-20-30 минут, и ты как будто напился воды. Тело моментально компенсирует недостаток влаги. То есть, достаточно просто дышать. Достаточно, чтобы воздух был увлажнен, чтобы это был не сухой климат. Как, скажем, знаете, бывает в самолете летишь, только взлетел, полчаса прошло, уже сушняк, потому что воздух сухой. А если ты идешь по лесу, то последнее, что тебе может потребоваться, это попить воды. Если, конечно, ты там сверх физически не работал, как-то там что-то, дрова рубил, не знаю. Ну, то есть, была очень активная потеря влаги. Но в большинстве случаев просто во время прогулки вам не потребуется пить воду, потому что в воздухе очень много влаги. И этого достаточно. Вот. У меня были эксперименты, я пробовал не пить воду. Мне дистилляторы долго везли. а просто потреблял плоды. И этого более чем достаточно. То есть, в плодах содержится огромное количество влаги, которое полностью компенсирует любые затраты. То есть, представьте некую плотину, и если вы едите сухое, то уровень воды снижается, снижается активность, пропадает давление в ваших мышцах, по сути, как в поршневой системе. А в поршневой системе без давления наступает вялость и апатия. То есть, никакого желания двигаться, это влияет на вашу психику. И, в общем, все это взаимосвязано. Как только вы поднимаете, как в плотине, уровень влаги до комфортного, соответственно, появляется давление в поршневой системе, вы весь активный, вам хочется двигаться, что-то поднимать, у вас есть мочь, сила. По поводу воды еще один маленький нюанс. Вода в большинстве своем потребляется людьми с неорганическими минералами, с большим количеством неорганических минералов. Особенно вот в этом плане плоха колодецная вода. Когда она стоит, она стоячая, и она контактирует с неорганикой, то есть там вот эти камни и прочее. И такая вода очень тяжелая, называют ее тяжелой водой. Соответственно, когда вы ее потребляете, вы эти неорганические минералы, они попадают внутрь вас, и телу требуется дополнительно еще вода, чтобы вычистить это. Но если вы будете пить талую воду, либо воду горную, знаете, когда вода только-только начинает свой путь, она еще не успела пробежаться с вершины горы до низины, и у нее не было длительного контакта с неорганикой, с камнями, с рудой. И наверху в горах, когда вы поднимаетесь, можете заметить в ручьях очень мягкая вода. По этой причине. Потому что она еще не контактировала с рудой, с камнями, и она мягкая. В этом плане очень выручают домашние дистилляторы. Это приборы, которые помогают вам посредством парообразования и конденсирования. То есть вы нагреваете воду, здесь конденсатор, здесь этот самый пропеллер, он охлаждает бурлящую воду, и по трубочке у вас капает вода, и соответственно, неорганические минералы через парообразование не попадают. Вы получаете чистую дистиллированную воду. Покупать в автомагазине дистиллированную воду не стоит, потому что они дистиллируют воду, которая, по сути, не является питьевой. Она для технических целей, поэтому в ней может содержаться хлор и другие химические примеси, которые через парообразование тоже остаются в воде. Поэтому, если вы и будете такую воду использовать, то ее нужно как минимум пропускать через угольные фильтры либо какие-то системы очистки. Но вообще лучше покупать питьевую воду, либо самому там выкачивать ее, пропускать через угольные фильтры и дистиллировать. Тогда вы точно получите воду без неорганических минералов, и в воде не будет содержаться каких-то химических примесей, которые могли остаться после дистилляции. Я много лет использую дистиллиатор, называется BL9900. У меня их две штуки. Есть масса различных компаний, которые этим занимаются, производят эти дистилляторы. Я как-то вот нашел такой дистиллятор и до сих пор им пользуюсь. И все, кто меня спрашивает, я все время рекомендую, потому что он доступный, простой, по объему за 4 часа примерно 3-4 литра вы получаете. Если у вас их два, то вы можете на очень даже большую семью обеспечить. Ну и так вообще, в принципе, смотрите на ваш рацион. Если будете питаться умеренно, будете практиковать лечебное голодание, то вам большое количество воды не потребуется. Ну просто не захочется в себя ее запихивать. Потому что сама по себе вода, особенно если она не дистиллированная, она в излишки приводит, как и продукты, к большому количеству по бочке. Представьте себе, вы потребляете огромное количество неорганических минералов вместе с водой. Разумеется, у вас и морщины будут, и огромное количество проблем с суставами, потому что неорганика, она, ну короче, этот вопрос долго рассказывать. У Поля Брага есть книжка классная, шокирующая правда воде и соли. Посмотрите, информация по сей день актуальна, поэтому следите за уровнем неорганики в потребляемых вами продуктах. Все, что происходит с нашими телами, это наш выбор, он либо осознанный, либо неосознанный. Если вы однажды решите для себя, что все, я хочу делать осознанный выбор, просто делайте его. Я не знаю, тут никаких премудростей нет. То, что если ты жалуешься на то, что у тебя плохое здоровье, но при этом ты делаешь все для того, чтобы таким было, как-то странно. Значит, это некая форма извращения. Ты больной извращенец. Не будь больным извращенцем. Будь здравым, осознанным. У всего есть свои причины. Я тебе прямо сейчас обрисовал причину, и теперь ты ее знаешь. Если озвученная информация не кажется тебе до конца убедительной, разумеется, требуется литература. Я все время рекомендую литературу, в которой описаны все эти механизмы, как это все работает. Конечно, это идет в разрез с лопатической медициной, которая появилась этими магнатами лет сто назад. Но допусти новую жизнь, допусти новую информацию, допусти, что официальная повестка, официальная власть может не договаривать либо намеренно искажать естественных вещей в силу каких-то своих личных выгод. Конечно, когда только-только узнаешь об этой информации, кажется, что ну как такое вообще, это не может быть, это же мировой заговор, как такое может быть. Ну, изучайте глобальный предиктор, изучайте концепт общественной безопасности в своем первоисточнике без каких-то там дополнительных вливаний типа СССР и прочего. Вот как вот генерал-майор Петров рассказывал, вот прочитайте и будете понимать, что такое глобальный предиктор, как эти процессы управленческие в мире происходят. И вам будет понятно, что бесконтрольных процессов нет. Все из единого центра идет. И здравоохранение, и масс-медиа, вот эта вот культура, и развлечение, и литература, казалось бы, да, там классика, все имеет единый центр и продвигается, пиарится только то, что выгодно текущему строю. Вы мне писали в комментариях. Давайте я быстренько прочитаю. Я раньше работал на ТВ, у работников ТВ шутка была. Мы не смотрим ТВ, мы там работаем. Тут, наверное, без комментариев просто. К сведению. Мне просто понравился комментарий. Тоже комментарий к ролику зомби обыкновенный. Система сожрала и прошила мозг моих родственников и друзей настолько, что меня это уже злить начинает. Меня тупо никто не понимает, а это лишь просто хочу открытием глаза на то, в каком болоте собственных заблуждений они находятся. очень сложно донести информацию по озвученным выше причинам. Токсичное окружение, не только в питании, а вообще в принципе, оно глушит твою естественную природу и портит твой скафандр. Скафандр для твоей души. Вот. И разумеется, душа просто на время либо полностью уходит из тела, когда понимает, что она не может наслаждаться этим пространством, этой физикой, этой сертониновой реальностью, потому что захватили паразиты. У них свои цели. Выход, наверное, как я уже озвучил, постепенно упрощать свой рацион, очищать свое сознание и обратно зазывать душу в свое тело. Вот. Тогда будет все хорошо. Что плохого в молочке? Я всегда считал, что от молока только польза. Вот эти все я всегда считал, значит ничего. То, что кто-то там что-то считает, это, как и во всем остальном, программы, которые закладываются. И у каждой программы есть, скажем так, законодатель этой программы, тот, кто ее запустил. Ну, как следствие, если ты ведомый на какую-то программу, получай результат, который был заложен программистом. Вот. Если ты сейчас узнаешь о том, что молоко может быть вредным, то делай выводы. И независимо от того, какая до этого была программа, просто удали ее, перепиши скрипт. Рома, ты когда-нибудь злишься, проявляешь агрессию, как ведешь себя в конфликтных ситуациях? Стараюсь контролировать себя, потому что каждый человек по большому счету разговаривает сам с собой. И радуется сам в себе, и злится сам в себе. И все, что мы видим в людях, по большому счету в них и остается. Вот. Поэтому ненависть, злоба, спесь – это то, что в первую очередь тебе вредит. Вот. Если ты принимаешь осознанное решение в пользу более простого рациона, то, конечно же, это по цепочке и проецируется на любую другую область. Зачем тебе конфликтовать, если после этого будет такое ощущение рваной души, будет неприятное самочувствие, ты будешь думать, блин, зачем я это сделал, зачем я это сказал. То есть, это как съесть вредный продукт. Поругаться с кем-то. Это как нажраться вредных продуктов. Чисто технически никакой разницы нет. Вот. Поэтому постепенно, постепенно, во-первых, начни замечать, что ты не контролируешь себя. После этого, обращая на это внимание все чаще и чаще, ты избавляешься от этого. Я раньше в видеороликах постоянно говорил «нету». Ну, вот вырос я в такой среде, где было принято говорить «не-нет», а вот это вот убогое «нету». И оно при монтаже меня постоянно бесило. Вот. И я решил, что зачем мне что-то, что меня раздражает. И просто перестал говорить «нету». И если я записываю видеоролик и во время записи говорю «нету» по привычке, я перезаписываю момент и говорю «нет». Потому что нет слова «нету». Есть слово «нет». Вот. Но это, опять-таки, личный мой загон. Я за это цепляюсь. Кому-то вообще пофигу. Ром, как ты к юмору относишься? К популярному юмористическим ютуб-шоу «какой приемлешь тип юмора?» «Какую информацию предпочитаешь получать во время работы, учебы и так далее?» Ну, давайте про юмор. Есть видение у меня, что юмор очень часто помогает создать некий яркий триггер, через который человек зацепляется за проблему и способен ее решить. То есть юмор может быть якорем для решения. И часто самые такие сокровенные вещи в наш мир попадают через как раз-таки шутку. Через какую-то нелепость, через что-то необычное. Потому что математика, то есть структура юмора это необычное. Тебе рассказывают, потом ты бац, чего-то не ожидаешь. И вот за счет этого неожидания тебя что-то внутри радуется. Вот. Это и есть как бы структура юмора. Конечно, бывает тупой юмор, деструктивный, который может увести в забвение, но частенько в некоторых шоу я слышу такие шутки, которые, исходя из подготовленности психической зрителя, могут помочь и сдвинуться вперед. Да, поэтому я за юмор, мне нравится юмор. Какую информацию предпочитаешь получить во время работы, уборки и так далее? Музыка, какие-то видео, книги. Хотя я сам знаю, что нужно быть в тишине слушать свои мысли и в определенном времени не могу находиться в тишине во время рабочего процесса. Что делать? Вопрос привычки. Если мы представим себе, что есть, скажем так, момент получения информации и есть момент отдачи информации. Если ты находишься в постоянном процессе получения информации, как, скажем, некоторые родители, которые постоянно смотрят телевизор, то они тупеют. Они реально становятся тупыми, потому что мозг не работает, он только считывает картинки. Но если ты периодически будешь переключаться в состояние постоянного получения на состояние отдачи, то твой мозг развивается, твой мозг работает. Казалось бы, да? Какая разница? Книгу ты читаешь или фильм смотришь? Там и там вроде как потребляешь. По факту нет. Когда ты потребляешь просто визуальные образы и слушаешь кого-то, то для тебя практически все процессы упрощены, мысль практически не бежит. Но когда ты читаешь книгу, твой мозг работает по полной. включается воображение, конструирование, ты подчеркиваешь какие-то интересные конструкции и они записываются на подкорку, то есть это как бы накачивание полезным, чтобы потом сразу перейти к отдаче. У меня часто бывает, какую-нибудь книжку прочитаешь и потом переполняет, хочется делиться, хочется рассказывать. Когда ты смотришь постоянно какие-то ролики, какие-то фильмы непутевые с одними и теми же сюжетами, сценарийными ходами, никакого творчества. Ты все больше уходишь в некое забвение, тебе все хочется больше и больше потреблять, как с пищей. Поэтому нужно периодически переключаться. Постоянно находиться в состоянии отдачи сложно. Можешь записать 20 роликов, написать 20 книг, нарисовать 20 картин, но потом будет момент, скажем так, выгорания, то есть заканчивается ресурс, и нужно найти вдохновление. Оно находится вокруг и начать впитывать. Здесь как с питанием. Вдохновление должно быть качественным, то есть должен быть качественный источник продуктов, как в питании, так и в ваших образах. Общайтесь с интересными людьми, посещайте интересные места, тогда вы насытите свой интеллект, свой ум правильными вещами, и ими же после аккумуляции, после переработки будете делиться. Как-то так. Какие еще вопросики были? Такой вопрос для Ромы. Как ты относишься к популярной музыке? Есть какие-то песни, которые заседают в голову? Ну, касательно музыки, опять-таки, слышал, что большинство, практически, наверное, все композиции, которые сейчас у нас можно слышать в масс-медиа, они по большому счету делаются по одним тем же законом, а есть даже некие продюсеры, которые отвечают там чуть ли не за 90 или более процентов всех композиций, то есть все эти биты, все эти ритмы, они все, скажем так, делаются по большому счету из одного центра все это идет. И, разумеется, по герцовке тоже нужно учитывать музыку, то есть если музыка определенных частот, она угнетает, она короче, музыка должна быть правильной, она должна быть живая, она должна соответствовать герцовке, и она не должна рвать, скажем так, ваш мыслительный поток. Что касается полного отказа, ну это от специфики работы зависит, то есть если у человека тут какая-то монотонная работа, которая в принципе, наверное, не факт, что нужна телу и душе, но раз он решил осознанно, неосознанно ей заниматься, то как результат, возможно, музыка может, скажем так, так же методично создавать ритм, помочь сократить время, я не знаю, но вообще по идее я, например, вообще не могу мыслить, творить, созидать, когда вокруг меня какой-то шум, и неважно, какого там качества эта музыка, мне хочется тишины, потому что у нас заложен природный механизм фокусироваться на звуках подсознательно, потому что может быть что-то опасное произойти, почему, когда вокруг много детей, ты очень быстро устаешь, да, ты можешь начать их игнорировать полностью, но все равно твое подсознание тратит, грубо говоря, мощности твоего процессора на прослушивание, потому что там может что-то произойти и потребуется срочная помощь, ну и вообще так, в принципе, человек к этим шумам постепенно привыкает, но все равно подсознательно их воспринимает для того, чтобы, если что, какой-то резкий звук он обернулся и спас свою жизнь, вот, поэтому в идеале хорошо, когда тишина, только в тишине вы полностью восстанавливаетесь, у меня была по молодости дурная привычка, я слушал музыку, такую-то долбежную, наушники включал и ложился спать, вот, видимо, питание было настолько у меня токсичным, что я вообще даже не замечал, что просыпаюсь просто разбитым, вот, сейчас, если я такое сделаю, я не знаю, мне кажется, вообще, я с ума сойду, наверное, вот, поэтому нашему уму нужна тишина, в тишине мысль бежит, и ты, ты это ты, вот, Рома очень интересует вопрос, где ты находишь нужную тебе информацию по какой-то интересной теме, понятно, что в интернете, просто забиваешь гугли, например, восстановление зрения, или как-то по-другому, информация часто сама тебя находит, когда ты перестаешь жить в этом калейдоскопическом представлении реальности, когда, типа, все случайно, все непонятно, и куча кусочков разбросаны, и полный хаос, тогда, да, информацию не найти, но если ты начинаешь потихонечку блоки информационные собирать единую картину, как из паззлов, то поиск последующей информации, он происходит по некому запросу и внутреннему, и пространство тебе подкидывает это, тебе либо напишут, либо ты встретишь какое-то название книги, которое будет как-то согласовываться с уже собранным куском картин из этих паззлов, и оно либо подходит, либо не подходит, начинаешь читать, понимаешь, что отлично складывается в общую картину, подходит, и вырисовывается более объемная картина, поэтому когда только появился, естественно, ты вообще не понимаешь, как тебе быть, что тебе делать, доверяешься всевозможным авторитетам, но в последующем, когда у тебя начинает обрисовываться картина из твоих собираемых паззлов, то уже становится проще, вот, поэтому только через опыт продолжай познавать, блин, сколько вопросов накопилось, Ром, сними ролик про мотивацию и как ставить цели в жизни, у меня была цель, ради которой я жил около трех лет и почти ее достиг, мотивация горел, я думаю, что человек делает то, что ему надо в моменте, если ты чего-то не хочешь делать, тебе просто это не надо, вот, и ты говоришь, что вот мотивация была, и прочее, если бы тебе действительно было бы это нужно, ты бы это реализовывал бы, несмотря ни на что, и во что бы это ни стало, если мотивация закончилась, значит, не исключено, что может быть, это была и не твоя мотивация, возможно, были факторы, которые тебя мотивировали дополнительно, а ты это принимал за свое внутреннее желание, вот, пропали желания, образы вокруг, и ты потерял мотивацию, не знаю, я помню, когда я помоложе был, там, своих денег особо не было, пытался как-то заработать их, купить там какие-то кроссовки себе, джинсы самостоятельно, о, это вообще-то надо было деньги копить, вот, а когда появилась такая возможность, через труд, через зарабатывание, ты прямо сейчас себе уже не покупаешь десятые там кроссовки, просто потому что, ну, это просто кроссовки, и ты уже удовлетворил это желание, и, казалось бы, цель-то осталась та же самая, да, иметь кроссовки хорошие, или там, телефон современный, цель не изменилась, а изменился ты внутренне, вот, поэтому, скорее всего, выгорание происходит по этой причине, ты как бы меняешься внутренне, время идет, меняются обстоятельства, меняемся мы, вот, и меняются, соответственно, меняется отношение к твоим целям, вот, поэтому нет ничего плохого в том, что ты три года шел к цели, а потом ты сам для себя сказал, да, ну, нахрен ту цель, вот, причем, достиг, не достиг, перед кем нам отчитываться, по большому счету, нам нужно отчитываться только перед самим собой, а люди, которые отчитываются перед другими, они находятся в ловушке, потому что ожидания других точно так же могут меняться, и ты можешь попасть в такое состояние, когда ты вообще никогда не будешь никому и ничему соответствовать, вот, поэтому спрашиваю себя, анализирую свое состояние, мне это нужно действительно, или это просто хотелка моя с детства и прямо сейчас не имеет никакого отношения к реальности, мало ли чего я в детстве хотел, я в детстве хотел полететь в космос, и чего теперь, мне до сих пор этого хотеть, в свете изученной информации, да, я не знаю, это странно как-то, человек меняется, меняются цели, и долбиться в одну стену, когда мира, в котором ты раньше жил, уже не существует, и жителей этого мира не существует, странно, поэтому ничего страшного, я считаю, в этом нет, вот нам Ирина написала по поводу обсуждаемой темы, я на среднем 10 лет, но приходится готовить сыновьям, я сорвалась на сухарики, для меня это катастрофа, вот сейчас тоже с тобой буду меняться эти 30 дней, но сорвалась и сорвалась, ты 10 лет жила в чистом храме, маленечко наследила, ну подмети, и дальше живи в чистом доме, какие проблемы, вот дома грязно, уберись, будет чисто, убираться и ходить, причитать, как бабушки некоторые, вот мусор, там мусор, все гадят, гадят, ты либо убирайся, либо не убирайся, что бухтишь-то, не будьте ворчливыми бабками, если вы питаетесь чистой пищей, а потом вы сорваетесь, и там начинать гонять мысли какие-то в голове, типа вот я, как бы плохо поступил, не надо ворчать, как бабка, которая подметает, не надо, зачем, либо если вы это делаете, ну спросите себя, а почему я это делаю, может я просто люблю ворчать, просто люблю ныть, может я просто люблю жаловаться, что меня там жалели, но всего есть причина, если пошире открыть глаза, пошире распахнуть свое сознание, все становится понятно вообще, вот, раскрывайте сознание, и вы поймете абсолютно все, вот еще много вопросов, ну ладно, ребят, не будем затягивать этот видеоролик, благодарю, что смотрели, если у вас есть что сказать по озвученному, пишите в комментариях, благодарю, что досмотрели до того момента, потому что глубина просмотра теперь на ютубе важна, и чем дольше люди смотрят видео, тем лучше, до встречи в будущем, пока-пока, другие видеоролики можете посмотреть, тоже до конца смотрите, пока-пока,